Риторику искусства Учение о государстве и обществе Ну вот Платон был таким человеком Который считал Что руководить государством Должны философы Из-за всей истории человечества Нашелся только один человек Который эту идею осуществил Кто это? А он что руководителем государства был? Да Но он что философ? Ну это философствующий Кто? Ленин был А после Ленин был какой-нибудь Государственный деятель, который был философ? Сталин Сталин философ, думаете? У него есть труды философские Но я думаю, что его определить как философ был чрезмерно Но науку логики Гегеля он не изучал Как-то Маркса Энгельса он изучал Последним великим философом Эллады В Древней Греции был ученик Платона Аристотель 384-322 годы до новой эры Аристотель Научное наследие Аристотеля можно разбить на логику, философию, физику, биологию, психологию, этику, экономику, искусствоведение То есть Аристотель был универсальным мыслителем Который создал логику как науку о мышлении и законах правильных рассуждений Можно сказать, что Аристотель разработал законы формальной логики Обобщил, систематизировал и создал систему формальной логики И на сегодняшний день есть только две системы логики Это система формальной логики Аристотеля Которая потом использовалась другими науками Математикой, физикой, химикой, какими угодно, техническими науками И система диалектической логики Гегеля До которой мы с вами еще не дошли Но эта система диалектической логики Гегеля Использует формальную логику для выведения, для доказательств и так далее То есть она включает в себя и формальную логику Как более сложное образование включает в себя более простую Перу Аристотеля принадлежат трактаты, посвященные социальным и политическим наукам Но главным философским трудом Аристотеля считается метафизика В которой он изложил основные идеи и взгляды Сам Аристотель никогда не называл свою философию метафизикой Аристотель различал первую философию и вторую философию И та, и другая касается человеческого знания Но предмет первой философии не природа А то, что существует сверх нее Философия интересуется сверхчувственным Сознанием, разумом Законами логики, идеалектики Поэтому, когда говорят сегодня, а вот метафизически как Имею в виду, что они берут не только чувственное, а сверхчувственное То есть под метафизикой стали понимать более широкий взгляд на мир Но со времен Гегеля, как раз наоборот, метафизика Это синоним науки, которая базируется только на формальной логике И поэтому метафизика противопоставляется диалектике Как более низкая форма познания по сравнению с диалектикой Поэтому, когда сегодня так начинают говорить о метафизике возвышенно На самом деле принижают нынешний уровень познания до аристотелевской логики Но, правда, был Михаил Сергеевич Горбачев, который поехал со своими помощниками На отдых в Крым И там разработал новое мышление для нашей страны, для всего мира Третий, можно сказать Но это недолго существовало его новое мышление Есть такая книга Болдина Который был начальником аппарата у Горбачева Который говорит, что я, как начальник аппарата, могу вам сказать Что я не видел ни одной страницы, написанной самим Горбачевым Не только этой книги, но вообще никаких страниц, написанных самим Горбачевым Там целая плеяда выросла Таких руководителей, которые что делали? Зачитывали то, что напишут другие Давайте следующую лекцию вы напишите, я посочитаю Нормально будет? Нет? Так работали люди Ну это же было как бы не царевое дело выступать Ну там темные люди, вроде Ленина, Сталина, они выступали свободно Ну а дальнейшие руководители, они сначала Им кто-то напишет, а они читают Вот если вы напишете, я буду читать Что я этим хочу показать? Что я умею читать У нас вот я как-то присутствовал Уступает молодая девушка, закончила наш философский Как вот вы читаете? Так складывается впечатление, что они какую-нибудь Биллиберду напишут И эту Биллиберду запомнить вообще невозможно Как бы вот есть такая философия современная, которую запомнить нельзя и повторить нельзя Поэтому можно только зачитать Писать бумага все сервис Можно так написать такое И зачитывать такое, а уже воспроизвести нельзя Ну вот я поскольку К этому я не привык, к тому, чтобы Письменные зачитывать Поэтому я стараюсь как-то Обходиться без этого Но если надо будет, я под фанеру тоже могу читать Как вот у нас же есть артисты под фанеру читают Только надо рот открывать и все Артисты же это поют так И горло не заболит И тут то же самое Но у нас это не приметно у него светить Так В основе Антологии Аристотеля Антология – это учение о бытии Лежит понятие формы Форма – суть бытия вещи Это не закрепилось в философии Форма – не суть бытия вещи Форма – обучение о сущности рассматривается Но нельзя форму сводить к сути только Материя в понимании Аристотеля Аморфна и бесформенна В какой-то мере Это повторяет Аристотель А вот Повторяет Гегель В какой-то мере он это повторяет Она пассивна, сама по себе Недееспособна Хотя она источник вещей Но без формы она не творит вещи Здесь такое метафизическое отделение Формы от материи Или содержания от формы А если вы возьмете Забегая вперед Учение о сущности Гегеля То в нем В учении о сущности Форма содержательна Содержательнее оформлена Нет чего бы такого Чтобы не имела формы И не бывает формы без содержания То есть вот эти попытки Оторвать одно от другого Хотя это моменты Сущности И форма, и содержание И непосредственное И существование И действительное Это все моменты сущности И это категории сущности И вот эта связь И этих категорий Разработана в учении О сущности Гегеля До этого Аристотель не дошел Третьим первоначалом Аристотель считал Служит целевая причина Но если она целевая То это значит первоначалом Является цель То есть голова человека То есть Цель которую ставит человек В четвертом движущая причина То есть которая Которая движет Но не потому что Человек поставит себе Какую-то цель Экономический и политический кризис Греции Рубеж четвертого Третьего веков Второго века До нашей эры Отражается И в греческой философии Наиболее интересными В этот период Является Кинизм Скептицизм Стоицизм Неоплатонизм И учение Эпикура Цинизм Теперь называют Цинизм То есть люди Как бы безразличны В форме Не обращающие Ни на что Внимания И так далее Переходим С вами К средневековой Философии К этому времени Как вы Поскольку вы знаете Чем характеризуются Средние века Это Феодальное время Распространение Религий Монотеистических Религий Патристика И схоластика Основные этапы Развития Средневековой Философии Творение Искупление Спасение Эсхатология Теодицея Спор О природе Универсалей Ну вот В чем Социально-культурные Предпосылки Возникновения И распространения Монотеистических Религий Философия Эпохи Средневековья Имеет Следующие черты Первое Философия Развивается По законам Примата Веры Над разумом Вот вы верите, Что я разумно И говорю вам Это Примат Веры Над разумом Второе Главенствующая Форма познания Откровение Вот вам это не открылось А мне открылось Поэтому я профессор А вы студент А если вам откроется Наоборот Третье Священные тексты Неоспоримый авторитет На самом деле На самом деле И сейчас В какой-то мере Есть такие тексты Которые 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 Быть Авторитетами Религиозному Это единобожие А веры Разные Поэтому Получилось так Есть мусульманский Бог Есть Христианский Бог Есть Буддийские Боги И так далее Шестое Философские Идеалы Познания Сводятся К толкованию Священных Книг Но в какой-то мере Можно сказать Что вот Ленин Очень советовал Читать Науку логики Истолковывать Ее материалистически То есть Это тоже Какое-то Толкование Не совсем Священные книги Но книги Единственные книги В которой Есть Компендии Диалектики Как говорил Гегель А компендия Это Кратчайший путь Прямая дорога В этом смысле Она священная Потому что Все остальное Это не кратчайший путь И не Прямая дорога Ну давайте Начнем С патристики Патристики От Сути Патристика Это от слова Отец Да Патр Христос Возвестил Своё послание Доверившись Живому слову После смерти Его слово Было Записано А вы Вот моё слово Записываете Прямо при жизни Я вот вижу Вот сидите И записывайте И записи И записи Эти Появились Начиная С середины Первого века Их становилось Всё больше Но лишь Некоторые Из них Заслуживали Доверия Ну вы-то Лучше понимаете Как надо Записывать Правильно И записываете Соответственно Поэтому Вот появилось Такое явление Интересное Поэтому Первая задача Была Не столько Собрать Сколько Отобрать Материалы Отделив Истинные От фальшивых А какой критерий Истины Да Какой критерий Истины Согласие Всех Или большинства А где вы найдёте Это согласие Всех Ну вот Да 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 Дескать Вы его не видели Я его не видел Он его не видел Давайте вместе С вами И решим Что истина А что неистина То есть Критерий истины Совсем не такой Какой Он Например У Гегеля Какой критерий Истины У Гегеля Соответствие Соответствие Мысли Соответствие Понятия Объекту И второй критерий Истины Когда речёт О том Чтобы Воссоздавать Материю Или Какие-то Природы А человечную Природу Делать Соответствие Объекта Идеи У вас есть идея Чего сделать Вот Если вам удалось Воссоздать В соответствии С идеей Значит Ваша Идея Истина И Это Согласие Уже В другом Смысле Соответствие Объекта Идеи Вот этот дом Построен Таким образом В соответствии С тем Что Подошло Соответствие Тому Замыслу Который Был Архитектор Это Истинный Вон Нас Дом Исторический Философский А если Здание Советствовал Тебе Неполный Истинный 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 Вы сами Сами Жи Говорите Раз Неполностью Истина Неполностью Соответствует Значит Неполный Истина И все А истина Бывает Когда-нибудь Абсолютно Полный Она И не Бывает Сюда Можно Еще Более Полный Так Делали Делали А вот Какой-то Угол Сделали Так Скочили И Неполный Получилось А в целом Соответствует Соответствует Но Занятия Проводим Проводим Вот У нас Была Кафедра На третьем Этаже И Смотрим Там Потолок Течет Все Нарушилось Нам Говорят Нет Надо Кафедру Переводить Это Отремонтировать Невозможно И Отправили Нашу Кафедру В 15 Кабинет На первый Этаж Где Была Поликлиника И Там И Сейчас Пахнет Лекарствами Только МАЗ Туда Отправили Тут же Все Починили Так Что Сделали Хорошо И Ни Кто Даже Не Вспомнит Что Там Была Наша Кафедра Так Что Полного Соответствия Нет Ни в природе Ни в обществе Полного Никогда Нет А Соответствие Есть В 367 Году Уже Нашей эры Канон Нового Завета Уже Сложился Ну и После Этого Появление Так Называемых Священных Текстов Не Иссякает Кроме Того Возникла Потребность Защищаться От Нападок Противника Со Стороны Евреев Язычников Еретиков Гностиков Гностики Это те Которые Агностики Это которые Говорят Что познать Нельзя Агностики Говорят Что они Все Познали Им Уже Мешают Те Которые Имеют Другое Знание Отцы Церкви Это люди Которые Создавали Доктрину Христианства Доктрину А те Кто Ее Придерживаются Выходят Доктринеры А Эти Доктрины Это Своего Рода Догматы Вот Если В науке Вы придерживаетесь Чего-нибудь Такого Без доказательства Вы кто Догматик А если Вы Отступите От догматов В религии Вы кто Еретик Это Ваша Последняя Лекция В жизни Если Вы Отступите То есть Разные Критерии А это Как бы Все в луне Тут Философия Уже В это Время Развивалась Под таким Гнетом Религии И Если Она Была В какой-то Мере Очищена Так Боги Там Присутствовали Но Они Как бы Не все Решали То Теперь Уже Там Философы Так Обсуждали И так Обсуждали А теперь Попробуют Философы Пообсуждают Не в соответствии С религией Что Делают С юридиками Вот Будете И то Отвечать На экзамене Сделаем Большой Костер И И Чаевский Песим Вас Напоим Так Главные Теологические Проблемы Вот Чем Люди Занимались В это Время Это Проблема Троичности Вот Первая А что За Троичность Бог Сын Бог Отец И Бог Святой Дух Вот У нас Как Она Решена Политически В России У нас Есть Единая Россия Справедливая Россия И ЛДПР Троичность Есть Все Будет Хорошо И Вот Эти Три Партии Имеет Электорат Превышающий 70% Так что Кто волнуется Тут Как будет С выборами Можете Не волноваться Все Хорошо Или вы думаете Что вот Люди Которые Голосуют За Путина Будут Голосовать За КПРов Не будут А те Которые Голосуют За Путина Или за Миронова Будут голосовать За КПРов Не будут Обе партии Сказали Что голосуйте За Путина Значит Все будет Хорошо Ну Те Кто Голосует За Жириновского За Жириновского И будут Голосовать Но Если Надо Будет Какое-то Решение Принимать ЛДПР Голосует Вместе С С Кем Он Как бы Блудный Сын Вроде Как Он Может Но Как-то Надо Будет Что-то Принимать В Думе Голоса Какие Идут Все Три Партии Голосуют За Одну Это Россия Здесь Плошь Троичность А у нас Три головы Одну Отрежешь Еще Две Вторую Отрежешь А то Опять Вырастет И все У нас Хорошо И у нас Проблему Троичности Решили И Двоичности Тоже Решили У нас Двуглавый Орел Поэтому Вас Удивляет Что Сначала Путин Президент Потом А потом Опять Путин Двуглавый Орел Корону Передет Сначала Туда Туда Да У нас Святой Дух Только от Отца Или еще от Сына Нет Святой Дух Он идет Не от Отца И же Отдельно Есть Святой Дух Проблемы Троичности Для себя Решите Отец Сыны И Святой Дух А Святой Святой Дух Идет прямо На всю Единую Россию Вообще Он думаю Идет на всю Буржуазию На правящий класс Только Святой Дух Экономика Это у нас Слабая А при таком Святом Духе Миллиардеры У нас В прошлом году Прирост Миллиардеров Долларов Был 10% Нет 11% А долларов Миллиардеров 10% Это же экономика Никак не вытекает Экономика У нас Почти не растет Но это вытекает Из другого Откуда идет Этот Дух Он прямо От народа идет Потому что У народа За 3 года Реальное содержание Доходов Сократилось До 90,5% От 2013 Года Вот Дух Откуда идет Святой Прямо наверх Он так Выходит Так Ну вот Проблема Инкарнации Установление Двух Начал В одном Лице Иисуса Истинный Бог Истинный Человек Как раз Ваш вопрос Ближе К этому Истинный Бог Истинный Человек Истинный Человек Это кто? Ну и с истинным Богом Все понятно Бог Он и есть Истина С точки зрения Религиозной Правильно? А истинный Человек Кто? Сын Божий Он же Человек Наполовину Человек Наполовину Бог Все тут Непонятно У нас был Преподаватель Научного Атеизма Который Говорил Все Говорят Что Кто? Святой Говорят Мария Святая А он Говорит Нет Это Иосиф Святой Поверил В эту сказку В непорочное Зачатие Так Соотношение Свободы И благодати Такое Понятие Благодать Что даже Не хочется Уже И свободы Благодать Жа Хорошо И отношение Веры И разума Вот люди Думали На эту тему Ну Разумный Человек Пойдет Против Веры Когда Кругом Вера Господствует Подумайте Сами Если У вас Неправильное Отношение Веры И разума Как бы Вас Не зажгли В то время Предшественник Отцов Церкви Филон Александрийский Он Оперирует Понятиями Неправильное Неправильное Эту Идею Чистое Чистое Они 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 Могут Ошибиться С точностью Да наоборот Это не первая ошибка У нас уже было Что-то И раньше И древние Греки Говорили Насчет Того Что Есть Небытие А потом Бытие Небытие Или нет Разницы Между Бытием И небытием Что это Тождество Блистательными Представителями Патристики Были Климент Ориген Иоанн Дамаскин Сертулиан Который Высказал Знаменитое Верую Потому Что Абсурдно Я хотел вам Сразу С этого Начать Скажу Вот я вам Буду читать Лекцию Какую-то Буду Ерунду Говорить А вы Тогда Именно Потому Что Это Абсурдно И будете Этому Верить Но Потом Понял Что Аудитория Не та Уже Испортился Народ Так Просто Не поверят Пришлось Вот Уже Как-то Ссылаться На Аргумент Чтобы Прийти К Богу Достаточно Быть Простодушным Философскую Культуру Не помогает А мешает Вот зря Вы сюда Пришли Это мешает Прийти к Богу А если Богу Не пришли И Пока Вот Вы на земле Все хорошо Вот Я Например Крещеный Поэтому У меня Тоже Все хорошо Вот Как Тут С вами Быть Не знаю Есть Еще Крещеные Тут Нет Есть Ну Все А я Думаю Чего Он Рядом Сел Это Свой Так Что Мы Пойдем В рай А вам Благодать Не знаю Какая Не зайдет На вас Благодать Но Всяком Надо думать А вдруг Это все Философия Чепуха Какая-то А вы Скажите А мы Идеализм Изучали Все В порядке Да Мы Изучали И веру Все У нас Это Входило Вот Так Можете Нас Брать Так Августин Аврелий 354 430 Год Бог Это Нематериальный Всемогущий Абсолют Абсолют Выше Которого Нет Ничего И Никого Понятно? Нематериальный Всемогущий Абсолют Выше Которого Нет Ничего И Никого Значит Гигель Вот Рассматривает Такие Определения Они же Бездоказательные Так Вот Сказал Человек Что Это Бог А Есть Он И Все равно Вопрос Бытия Божия Он Волновал Философ Обязательно И Вот Появилась Такая Точка Зрения Что Если Сформулировать Что Бог Это Совокупность Всех Реальностей А Одна Из Реальност Состоит В том Чтобы Быть Нам Он И Есть Ну Вот Гегель Рассматривал Это В науке Логики И Говорит Ну Что Такое Реальность Он Сначала Показал Что Есть Каждая Реальность Есть Отрицание Допустим Вы 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 Отрицание Вы Не Дурак Значит Умный То есть Можно Сформулировать И так Как Отрицание И Как Утверждение Вот Бог Совокупность Всех Реальностей Значит Он Совокупность Всех Отрицаний А А Такой bastard Свокупность Всех Отрицаний И Вам Не Знаете Кто Такой Бог Свокупность Всех – Реальность – А Кто Свокупность Всех Отрицаний Кто Дьявол Свокуп Всех Отрицаний Это Все Отрицания Собрать Бог Дьявол И Гегель На этом Останавливается И Говорит Пусть Сами Додумать Не Стало Там Выводы Делать Тогда Получается Что У вас Это он оставил для самостоятельного размышления. И тем самым он говорит, что это не выдерживает критики. Это вот утверждение. А здесь же ничего не доказывается. Просто Бог – это нематериальный всемогущий абсолют, выше которого нет ничего и никого. Просто Он всемогущий. Вот спрашивают, а может ли Бог создать такой камень, который не сможет поднять? Что никто развивает это всемогущество? Что никто не подозревает? Так вот в том-то и дело, что тут же нет никакого доказательства и объяснения. Вы должны поверить, а что вы хотите узнать? А если вы будете у меня спрашивать, значит, у вас слабая вера. Так надо, чтобы вы веру укрепили, надо вас отсюда выкинуть из университета и в лес, на лесопобал. Потом мы приедем, посмотрим. У вас уже сильная вера будет. Может, мы вас вернем с потерей года. То есть вот в философии долгое время существовала не как система знаний. А что называется наукой? Наукой называется система знаний. Не утверждение о том, что вот это то, а это то, а это то. В этом никакой науки нет. Даже если это правильные утверждения. Если они в систему не приведены, нет системы знаний, нет движения от начала, как неразвитого результата, к результату, как к развернутому началу. И поэтому у нас науки в этом случае нет. Поэтому на самом деле философия вот такую стройную форму приняла науке. Как раз благодаря Гегелю. Вот тогда мы можем сказать, да, есть философская наука, есть система диалектики, которая будет теперь вечно существовать. Вечно в том смысле, что ее можно использовать и дальше настраивать, и так далее, идти по этому пути. Значит, вот, а это как бы учение, не наука, а учение. То есть я вот буду вас учить сам, я нигде это не сформулировал, системы нету, но я буду вас учить, а вы записывайте. И вот так и август аврилий. Бог – это нематериальный и всемогущий абсолют, выше которого нет ничего и никого. Бог создал мир. И абсолютно не зависит ни от природы, ни от человека. Природа и человек полностью зависят от Бога. Бог – это личность, которая создает мир лишь по собственной воле. Воля присуща Богу и предваряет всякое творение. Хотя тут уже видно, что Бог рисуется как всё-таки как человек. Как человек, который творит, который задумывает, независимый. И некая мечта о таком человеке, который был бы независимым от природы, от общества, который мог бы это всё решать, задумывать и так далее. Воля присуща Богу и предваряет всякое творение. Бог настолько всемогущ, что ни на один миг не оставляет своё попечение над миром и осуществляет непрерывное творение. То есть он круглосуточно работает, не отдыхает, всё время творит, творит и творит. Бог – это причина познания, ибо всё знание даётся божественным откровением. Вы зря записываете. Вот сейчас вы сидели, посидели, так посидели. Потом раз у вас откровение. И светлые мысли вас посетили. А вы вот этим мельтешением, что вот ручкой так вот чирикаете, чирикаете. У вас была белая тетрадка, я смотрел. Сейчас уже половина тетрадки, у вас уже синяя. Её теперь не продашь. А наше время какое? Если уже не реализуешь, всё, пропало. Вторая. Да, это уже рынок, не первичный, это вторичный рынок пойдёт. Ну, всё равно. Да, много не выручите уже. Бог – это причина познания, ибо всё знание даётся божественным откровением. Бог – не только причина, но и главный, основной, единственный предмет познания. Мудрость есть у Бога. Бог – это наивысшее благо и любовь. Бог – причина всякого блага и любви. Бог – цель этой любви. Бог одарил человека душой. Каждый человек творится Богом индивидуально. Не какой-то там, не стандарт какой-нибудь, а вот. Вы посмотрите на всех, каждую вот индивидуальность. Знаете, как трудно было, каждый индивидуально? Каждый не похож на другого. Как Богу тяжело было. Поэтому души неповторимы. Человеческая душа имеет начало, но не имеет конца, ибо бессмертно. Вот. Душа нематериальна. К ней неприложимы никакие пространственные и количественные характеристики. Вот вы думали, попадёте, и вы в рай. А кто попадёт в рай? Душа ваша. И будет ваша душа летать мимо райских яблочек. Потому что у вас не рта, не зубов, а только душа. И она всё смотрит и смотрит и летает. Так и вы и так можете ходить. Идите на рынок, смотрите, какие вкусные яблоки. Идите в магазин. Лучше в какой-нибудь такой солидный магазин. И на всё глядите. И это как будто бы вы побывали в раю. У вас даже будет слюна выделяться. Ну, там не будет у вас, когда душа будет летать, уже какая слюна. Всё. Ну, так если нет желёз, так нет потребностей. А? Значит, если у него нет желёз, значит нет потребностей. Ну. Не надо будет идти яблоки. Ну, и не надо. Я и говорю, что не надо и вообще. Так что вам будет хорошо. А здесь? А здесь отдайте всё мне, что у вас есть. Деньги есть с собой? Дайте сюда. Сюда не надо. Вам всё равно не надо. Вы же в рай попадёте. А мне уже в рай не попасть. Поэтому мне, пожалуйста, всё нанесите сюда. Ну, вот же написано же в Писании, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. То есть богатым шансов попасть в рай нет. Значит, вы понимаете, что им нет шансов? Ну, вот пусть люди здесь хорошо поживут. А вы поживёте там, на том свете. Хорошо. А их-то туда не пустят в рай, а вас пустят. Ну, у нас, правда, будет только одна душа. А зачем вам это бредное тело? Тело, оно же смертно. А вы будете бессмертными. Скучно. Тогда в ад. Там весело. Когда вас будут поджаривать там. А? В сауну. Компания там. Компания там хорошая будет, да. Нет, ну самые-то отъявленные их и в ад не пустят. Они вообще здесь вот. Их и никуда они не пустят. Нет, они в ад могут пойти, да. То есть им, ну вы понимаете, что сейчас, что вы требуете от них какого-то там более-менее равномерного распределения? Эти люди в ад пойдут. Им надо сейчас всё отдать. Они и сами у вас забирают. Они понимают, что вы отдадите, поэтому сами забирают, не ждут, когда вы раскошелитесь. Человеческая душа имеет начал, но не имеет конца, ибо бессмертно. Душа нематериальна. К ней не приложимы никакие пространственные и количественные характеристики. Основные характеристики души, заложенные Богом, это разум, память и воля. Ну вот я считаю, Бог у студента заложил хорошие характеристики. Разум, память и воля. Вот для того, чтобы выучить, надо понять, надо иметь разум. Память тоже нужна. А воля нужна, чтобы на экзамен прийти. Потому что надо проснуться и прийти. А это требует воли. У меня были такие случаи. Приходят, а уже экзамен закончен. А говорит, а что, где вы были? А я спал. А что я могу сказать? Ну, говорю, переиздавайте теперь. Давайте узнаем, когда вы будете переиздавать. Ну, выспасал человек, чувствует себя хорошо. Чего плохого? Так что воля тоже правильно записана тут все. Создавая душу, Бог изначально закладывает в нее стремление к счастью. Счастье? В чем счастье? Поняли, в чем ваше счастье? Не поняли. Максимальное познание Бога. А что материалисты по этому поводу говорили? Как вы думаете? Как счастье понимаете? Что, водки напьется? Нет, мне рассказывали другое. Один, значит, рассказывает. Говорит, я сегодня испытал счастье. Несу в сумке две бутылки пива и водки. И вдруг бац, провалилось и разбилось. Пиво разбилось. Вот счастье. Оно нематериальное же. Он ничего не пил. А выволитворение. Вот. Счастье. А как вот счастье понимается? Кто-нибудь может сформулировать? Что такое счастье? Что такое счастливый человек? Ну, вот Гегель на эту проблему решал. И Гегель написал, что счастливый человек – это тот человек, который соответствует своему предназначению. Вот если вы пришли и становитесь историком, и у вас получится это всё в соответствии с предназначением, вот вы и счастливый. А если нет, то и не счастливый. Соответствует своему предназначению. А Марс говорил, что история славит как самого счастливого того, кто принёс счастье наибольшему количеству людей. А на истории она не интересуется. Мучились вы, не мучились. Трудного было, не трудно. Если вам удалось принести счастье максимально большому количеству людей, вы счастливый человек. И да, с вами разговаривать не будут. Счастливый и всё. Ой, какая она счастливая. Смотри, сколько у неё там. Сколько людей её теперь вспоминает добрым словом. Вот она счастливая. А если нет таких людей, то вы что угодно удовлетворяйте. И не будете вы никаким счастливым человеком. Придут и убьют. Кого больше убивают сейчас в наше время? Богатых или бедных? Бедных. А? Бедных. Богатых, конечно. Я вот встречался с одним предпринимателем. У нас газета в Смольном была, Народная правда. Я говорю, я вот вас приветствую. Молодой такой предприниматель. Раньше кого? Нас, революционеров, так сказать, преследовали. А сейчас вот вы же все на Австрии. Раз, и убили человека в молодом возрасте. Поэтому как вам тяжело? По этому поводу есть такой маленький рассказ. Старушка. Идёт у неё две вочки. И вдруг похоронная процессия. Да не простая. А вначале такой катафал и гроб такой, знаете, открывается. По стене дачи гроб. И там весь в цветах лежит. Бандита убили. Молодого парня. И рядом идут бандиты. А из уважения все идут пешком. Обычно они... А дальше Мерседесы идут прямо. Большая куча чёрной там. И море цветов. И вот старушка остановилась там. Живут же люди. Вот. Вам так... Сейчас говорят, вам так не жить. Вам так не умереть. А то говорят, вам так не жить. Это несовременно. А тут счастье – максимальное познание Бога. И в этом случае разум становится главной опорой для веры. То есть разум – опорой для веры. Разумеешь, чтобы верить. Верь, чтобы разуметь. Вера – основной и исходный пункт всякого познания. Познание без веры греховно. Поэтому, как вот, например, учёные, естествоиспытатели выходили из положения. Например, Леона Тейлера. Он говорит, ну, Бог, он, так сказать, не возражает против свободы духа. Поэтому мы должны творить и исследовать всё, как учёные, свободно. Ну, с Божьей помощью. Вот я с Божьей помощью сделал такое-то открытие. И всё. Если у вас что-то получается, значит, Бог вам помогает. Если не получается, значит, что-то вы делаете небогоугодное. Вот мне, например, Бог всё время помогает. А вам помогает, нет? Вам помогает строить первую фазу коммунизма, Бог? Ну, капиталисты же помогают строить коммунизм. В переходный период жизнь же и капиталистический сектор. Правильно? И в России было так. У нас НЭП было. У нас было пять укладов было в России. Мелкопатриархальный, мелкотоварный, то есть мелкобуржуазный. Частнохозяйственный капитализм, боскапитализм и коммунистический уклад. Пять. Ну, у вас примерно такая же картина. Ну, а если Бог помогает, так вообще быстрее я получаю. Ну, у вас, наверное, Бог не помогает. Поэтому у вас сто лет будет переходный период. А с Божьей помощью, может, за пятьдесят лет был построен. Видите как. Ну, в общем, надо думать на эту тему. У нас же сейчас свободное время. Хочешь, верь вот в это. Хочешь, не верь. У меня коллега говорит, тоже доктор наук. Все верующие сейчас. Одни верят, что Бог есть, а другие верят, что Бога нет. А так все верующие. Опознание без веры греховно. Кто это вам сказал? Не, я сказал. Это Августин Аврели. Так. Схоластика. Термин «схоластика» подразумевает не столько философскую докрину, сколько философию и теологию, преподаваемую в средневековых школах. Раз во главу угла не ставилось познание истины, да? А, так сказать, некая вера и исследование догматом. Поэтому обучение сводилось, в общем, к заучиванию тех положений, которые находили в этих самых крещенных книгах. Фома Аквинский что говорил? Разум и философия – суть преамбула веры. Преамбула двойная. Разум и философия. То есть уже преамбула веры. Разница между философией и теологией не в том, что одна занята одним, другая – другим. Обе говорят о Боге, человеке и мире. Но первое дает знание несовершенное. Философия дает несовершенное знание. Вот вы собрались, чтобы получить несовершенное знание. А теология же в состоянии дать ответы на все вопросы. И ведет к вечному спасению. – Игорь Васильевич? – Да. – Вот если абсолютная идея у Гегеля – это Бог, то его можно назвать Гегеля? – Это не Бог. Это абсолютная идея. – А абсолютная идея – это артистная Бога? – Что значит «соответственно»? – Ну, это не Бог. – Артистная. – Это абсолютная. Это вы соответствие установили, а Гегель не устанавливал. – Нет, он же говорит, что «соответственно» – это по сути технологии. – Ну, можно так сказать. Если вы ее считать можете Богом, считайте. Но он ее называет абсолютной идеей. – Но если мы можем считать, что он говорит о Боге, значит, мы можем считать, что он теолог? – Считайте. – Замечательно. – Вы свободный человек, можете считать что угодно. Он сказал, если хотите, можете считать ее Богом. Ну, он же должен отбиться от тех, кто будет говорить, что он против Бога идет. А Энгельс говорил, что он враг религии Гегель. Потому что он Бога очистил до такой степени, довел до абсолютной идеи. И там не оставил ничего от вот этих всех рассуждений, которые бездогадательными являются. Есть абсолютная идея, пожалуйста. Можете считать ее Богом. Если для вас самый высший Бог, то считайте, что это Бог. А то, если как у Гегера понимается, как что? – Как соответствие одного. – Нет. – Как тождество различного. Поэтому, если Бог тождественен идеи абсолютные, значит, они различны. Вы читайте, там есть тождество различия, разность, различие и противоречие. Учение о сущности. Тождество – это тождество различия. А различие – это что такое? – Различие качества отличного. – Нет, не так. Не читали вы науку логики. А различие – это различие тождественного. Ну вот мы с вами разные люди или не разные? А вот смотря, будем говорить о своих видовых или родовых качествах. Очень-очень сложная у вас наука. Наука логики. Наука логики гораздо проще. Если мы с вами разные, кто? Люди. Мы как люди с вами тождественные. Как тождественные мы. И вы человек, и я человек. Значит, мы тождественные. Но мы разные люди. Тут есть и тождество, и различие. Если разные люди, значит, мы люди. Люди, в смысле, у нас, в нашей родовой планете люди одинаковые. Не родовые, значит, мы тождественные с вами. Да, в этом плане. Ну вот, всё. Так что никуда вы не... Если вы говорите о различии или разности, то разность тождественного. А если вы говорите о тождественном, мы одинаковые люди. Если мы люди, то нас два. Поэтому если мы одинаковые, то значит, одинаковость связана с неодинаковостью. Мы же люди. Не один человек. Если вот я, просто я сам, я один и всё, тогда я один. А мы разные люди. Раз разные, значит, мы с вами вроде тождественные и разные при этом. Всегда у Гегеля только и в диалектике вообще то листво – это то листво различного, а различие – это различие тождественного. А если вы возьмёте формальную логику, вот я вам сейчас расскажу, что ёлка – это ёлка. Будете слушать? Да. Тогда я скажу вам ещё, что палка – это палка. Логично. Да. Что я – это я. А это уже мир. Что вы – это вы. Это называется как в философии? Закон долженства. Нет, это называется тавтология. Когда вы об одном и том же говорите, повторяете просто одно и то же. То есть просто повторяете. И вот Гегель говорит, что вот такая глубокомышленная речь никого для дворей не может. Когда человека просят рассказать про что-нибудь, говорят, давайте я вам расскажу про ёлку. Все сразу, значит, думают, сейчас я расскажу, что это растение там, какие у него иголки. А я говорю, ёлка – это ёлка. И всех постигает сразу разочарование. Потому что когда люди хотят что-нибудь узнать о сущем, они не хотят слушать тавтологическую речь. Потому что тавтологическая речь никуда не продвигает наше познание. Всякое познание состоит в том, чтобы указать некоторые различия, некоторые противоположения, некоторые не тождества. А тождествляющая речь – это тавтология. Вот вы – это вы. Вам это важно теперь знать, что вы – это вы? Да это вы, наверное, не знали, пока вы на лекцию не пришли. А вы теперь знаете, что вы – это вы? Вот видите, два уже счастливых человека. Но я не всем ещё успел. Кому ещё? Приходите. Вот лекции закончатся, приходите. А он будет говорить – вы – это вы. А вы – это вы. Вы что-то читали на вулоге, но ещё не усвоили. Я сейчас проверю. Я сейчас проверю. Учение о сущности после категории существования. Какая идёт категория? После категории существования? Конечно. Чего? Количество. Что-что? Количество. Дорогой товарищ, количество в книге первой – учение о бытии. Качество, количество, мера. Мера. На этом книга первая закрывается. А я вас спросил про вторую книгу. После категории существования. Потому что категория существования – это категория сферы сущности, учения о сущности. И после существования идут другие категории, которые вы просто и не знаете. Поэтому вы, наверное, читали, может, листали. Но если даже вы просто взяли оглавление, то в оглавлении порядок-то там. Если даже я не знаю, как одно из другого вводится, то порядок расположения категорий там точно такой, как в книге. Вы когда пойдете отсюда, вы посмотрите, загляните, вы увидите, что вы не правы. Вот этим мы с вами и различаемся. А оба мы люди. И вы читали на уколойке, и я читал на уколойке. Но я знаю, а вы – нет. В этом и разница. Но мы же люди. А все люди, они без недостатков. Вы скажете, у вас есть недостатки. Есть. Ну и все. Значит, мы тоже действены с вами. Все? Хорошо. И не деремся. В хорошем настроении заканчиваем. Так, продолжаем дальше. Что Фома Аквинский нам говорит? Значит, разница между философией и теологией не в том, что одна занята одним, другая другим. Обе говорят о Боге, человеке и мире. Но первое дает знание несовершенное. Потому что, действительно, наука говорит, что надо приближаться, приближаться, приближаться к истине. И это будет относительно истина. Хотя познание абсолютно идет. А тут вам сразу откровение, и все. Вот вам не пришло еще откровение? Но вы ждите. Это как вот по электронной почте. Раз – оно пришло. Раз – раз. И все в голову. Вот. Теология же в состоянии дать ответы на все вопросы и ведет к вечному спасению. Вот вечное спасение как-то очень странно звучит. Это вечно меня спасает. То есть я все время тону, что ли? Вечное спасение. Как это понимать? Или один раз спасли, и так больше не надо уже, и я никогда не потону? Вы тонули когда-нибудь, нет? Нет, но тут все полагается в виду то, что спасение вечно будет. Почему это души? Я вот, например, у меня было пять лет, я утонул. Родители у меня, значит, вот вверх поневельник завод, кирпичный, красная звезда, а там поэтому глубокие пруды, потому что там добывали глину для кирпичей. Они поплыли, а я ногой болтал. Потом смотрю так, мне хорошо, хорошо, и пудрики наверх идут. Но недолго это вот у меня было такое хорошее состояние. Потом раз, смотрю, я вот это сейчас вижу, откровение такое у меня, как из меня, вот из легких выливается вода, потому что животом на коленку положили. Но я помню, вот сейчас такая хорошая, красивая картина. Пузырики идут, солнышко светит, костики сверху. Думал, как люди мучаются, как хорошо, когда утонешь. И вот мне как это повезло. Во-первых, я спасенный, воскрешенный. Раз. Во-вторых, ко мне аспирантка подходит в институте повышения квалификации, работал с такими глазами, прямо вся с ерошиной, говорит, Михаил Михайлович, вы верите в воскрешение? Конечно, верю. Вон насколько. Реанимация машины, видели, едет? И что такое реанимация? Воскрешение. Да это рядовое дело сейчас. И в каждой большой больнице обязательно есть реанимационное отделение. То есть это вот там, это у этих долгов. Вот они там воскрешают. У нас это на поток поставлено. Воскрешение. Да я и сам воскрешенный. А как? Смотрел имбирь вам от меня. Так что нас не запываешь. Вам понравилось воскрешение? Нас хотят напугать чем-то. Чем вы нас напугаете? Так. В сумме против язычников Маквинский пишет. Есть истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум. Сколь угодно мощный разум. Они всё равно превосходят. Например, Бог един, но в трёх лицах. Но это неудивительно. Вот я чувствую. Вот к вам бы я обратился, и вы со мной спорили сегодня. А у вас ещё какие лица есть? Как вы себя ведёте в других местах? Как вы ведёте себя в транспорте? Как вы ведёте себя дома? Ваша личность? Если так рассмотреть, то, конечно, оно постоянно не та же личность. Да, то есть там только три лица было, а у вас, я чувствую, лиц много. Да, а лиц есть много. Вот. И у вас тоже? Нет, у меня вопрос. Да. А по фамилий-аклинскому Бог есть выше разума? А? А по фамилий-аклинскому Бог... Естественно. Да он выше. Он выше. Нет. Разум и философия – суть преамбулы веры. Поэтому, а вера выше, значит, Бог выше разума. Зачем вам этот разум без Бога? Ну, зачем? Вот спрашивайте сейчас, безбожник. Вы какое время живёте в феодальное? Царь выше всех других? Значит, и Бог выше всех других. Что тут непонятного? Нет, имеется в виду, что Бог есть выше разума? Естественно. Тогда, естественно, который... Но если я царь, значит, я ограничен какими-нибудь законами? Ну, я сам есть закон. А? Вы сами есть закон. Ну, вот вы наконец-то вот дошли до этого. Ну, раз я сам закон, что вы найдёте? Какой разум выше? Разум выше нет. Не про это. Так это же проявляется вот в жизни. А что такое религия? Религия – это отражение мира. Знаете, как определяется религия? Это фантастическое выражение материального мира. То есть наш материальный мир рисуется как мир небесный. Но если я царь и мир, король, я законом ограничен, вы что будете мне доказывать голову? Вот отрубите ему голову, потому что он спорит. И всё. Поэтому кто выше разум? Я вам отрубил голову или вы мне отрубите голову? Нет, выше разум – это Бог. Это без вопроса. Так я и есть вам Бог на земле. А отражением того Бога, которым на земле, является Бог небесный. Потому что Бог небесный отражает жизнь земную. Но если говорят, что вот преподобный Михаил, это что значит? Это значит, я подобен ему или он подобен мне? С точки зрения материализма он подобен мне, а с точки зрения идеализма я подобен ему. Но почему такие вот мамочки, которые ходят с ребёночком, они подобны вот этим самым Марии они? В чём похожа Мария на этих молодых мамочек? Да потому что с этих молодых мамочек эту Марию и рисуют. Но с чего они срисовываются? Оттуда или, наоборот, отсюда срисовываются? Они говорят, что оттуда. Так преподобные два треугольника, если подобные. Значит, если один другому подобен, и наоборот подобен. Религия что такое? Это фантастическое отражение материального мира. Фантастическое. А раз фантазия, она выше же разума. Ну что ваш разум может? Вы можете сейчас перелететь на набережную небы? Не можете. А я могу. В фантазии свои. В фантазии могу. А если вы в разуме? Это мне надо спускаться, идти, одеваться. Ну что это? Уже вся эта картина красивая. Всё пропадёт. А фантастическое? Надо красиво, чтобы было. Конечно, это выше. То есть, если прибавить к разуму, до фантазии, будет выше. Будет вера. Вы верите, что вы экзамен сдадите на отлично? Чего? Я, например, верю. Но это не мнение. Как мне помешать поставить вам два, если что? Ну, верить-то я. Я верил. А потом скажу, я в вас верил. А какие-то такие потом предательские суждения. Говорят, я в вас верил. А вы мне в душу плюнули своим ответом. Это ещё... Это иезуитство прямо начинается. Такое. Так что, да, вот с точки зрения этого периода, и с точки зрения такого отношения к вере, и соотношения веры и науки, вера в этот период, феодальной, была выше науки. А потом другие пошли времена, ну, а о них вопрос впереди. Правильно? Ну, в это время, да. Это же исторически надо на это смотреть. Было такое время, когда в обществе вера считалась выше науки. Сейчас как бы они... Вы своё, мы своё. У нас государственный университет, а есть христианская академия гуманитарная. Идите туда, если что. Мы ещё кого-нибудь там преследуем? Нет, приходите. Вот сюда приходили попики. Мы с ними беседовали. Они своё, мы своё. Можем мы опроверживать их к святой вере? Но если человек верит, как можно его опроверживать? Вы верите, как я буду доказывать вам? Потому что у вас на вере всё держится. А как я могу вам доказать? Я могу на аргументы какие-то среагировать, а на веру как я могу? Вы верите. А я верю, что вы не верующий. И всё. И тоже вы меня не опровергнете. Потому что когда встал вопрос о вере, значит, всякие доказательства, которые характерны для ноги, отпадают науке. Догматизм – это враждебная науке явление. Догматизм. А вот если это вера, и вы отступили от догматов, ты кто такой? А? Вот еретик. Что надо с ним делать? Матистер-бехар. Сжечь вас надо. Что там по мелочам-то? Ну, еретиков-то и сжигали. Ну, не только. А сейчас он ещё сейчас. Вот издал человек на двойку философию, не только его никто не сжигает, вообще ничего с ним не делает. Говорит, ну, вы будете пересдавать. Он нашли, испугали. Это мучается преподавателям опять приходить. Это мучение одним преподавателям только. А вам удовольствие. И философию и так сдавали, и ещё сдавали. Красота. Идём дальше. Поняли, что вера выше в это время? Да, там выше. Ну вот. А иначе сожжём. Вот есть истина, которая превосходит сколь угодно мощный разум. То есть понятие истины. Как вот ходил Христос? Он говорил, истина, истина, вам говорю. Он что, доказывал, что ли, что-нибудь? Нет. Истина, вам говорю, заверял. Поймите, всё, что я вам говорю, это чистая истина. Чистая. Если даже не доказывать. Ну, вот сейчас как-то не принято. Вот приходится иногда объяснять, аргументировать. Ну, это вот, эту истину как-то искажает. Она становится не такой уже блестящей. Потому что вы скажете, а вот этот аргумент не такой. Начинайте тоже, я скажу, ну и что, что вы, профессор? А вы, может быть, этого не знаете. А я вот знаю хоть и студент. Вы умрёте, а я ещё останусь. И так далее. И начнёте доказывать. Попробовали бы, подоказывали бы, если бы это было время. То. Еретик. Всё. Жалко, что мы не... Вот если мы на том свете сам встретимся, вот там я с вами разберусь. Да не всех жигали, а его надо сжечь. Ну нет, а тут есть, вероятно, вот молодой человек имел в виду, что сами догмы устанавливаются самими людьми, кто уходит в собор. Да, но вот те люди, и не просто самими людьми, а те, которые выбились в отцы церкви. Да, в отцы церкви. А не просто. То есть это некая публика, которая устанавливает. А остальные не выбились, поэтому вы их не сожжёте, они вас сожгут, если что. Вот попробуйте выступить против них. И сейчас, если выступить против власти, есть Росгвардия. Что такого нового тут нашли? Идите, пойдите, выступайте сейчас, где попало. Разрешение спросили на митинг? Не спросили? Не спросите разрешение, не получите. Получите дубинкой по голове. Это регулятор демократии называется. Ведь никто вас сжигать не будет. А просто посадят под арест на сколько-то суток. И думаете, вы там истину будете отставить? Отстаивайте в университете своём. Вот у вас есть преподаватели? Доказывайте, особенно на экзамене. Вы будете ему отставить. Он раз вам какую-нибудь оценку. Тут тоже какая-то диктатура страшная вообще. Кругом нас окружает одно зло. Выхода нет. По крайней мере, пока не сдашь экзамен, не свободно. Вот пока вы студент. Это же каждый приходит, он умный преподаватель, а вы как бы глупый. И вот вы должны всё сдавать, сдавать. Я думаю, когда я вот сдал последний кандидатский экзамен, я думаю, как хорошо, больше не будет больше экзаменов. А дальше всё там защита. Хоть кандидатский, хоть докторский. Ты как человек там выступаешь. А тут вы как приходите, вы, дескать, студент. Дескать, вы вроде недочеловек. Никого вам ничего не объясняют. Бац, трояк. Ну, что это такое? Я бы давно уже восстание поднял против этих, которые так ставят. Кошмар. Так что вот, да, потому что вот, говорят, а вы ещё вот становление, вот станете человеком в полной мере. Вот тогда. И сейчас что у вас? Никто. Нет, не то совсем никто, а никто, переходящий в кто. Поэтому мы должны эту фазу пройти. И человечество проходило такую же фазу. То есть сидят люди там наверху, и они командуют. Ну, они называются красиво. Отцы церкви. Ну, церковь командовал. Церковь была в унии с властью феодальной, правильно? С царями, королями. И она освещала эту власть. А, соответственно, раз это была опора власти, то и власти освещали эту религию, потому что это такая форма воздействия. Ну, как сейчас есть правящая партия. Она освещает президент. Есть правящая партия. Идите в партию, не идите в президенты. И там освещайте, помогайте, укрепляйте. Президент опирается. Иногда он, как дело известно, что он независим от этих партий. И тогда эти две партии собирают ему подпись. Настолько независимы, что именно эти партии и собирают. Вот сейчас что? Сейчас президентские выборы или выборы президента? Ну, вы проанализируете саму фразу. Вот там висит. Выборы президента. Значит, кого выберут? Вы имеете в виду, что президент, я это понимаю. Выборы президента. Не выборы из разных кандидатов того, кто станет президентом. А прямо написано. Выборы президента. Что сейчас будет за событие? Сейчас будет выбран президент. Кем будет выбран президент? Президентом. А что плохого в этом? Ничего плохого. Я просто хочу сказать, чтобы вы правильно обращали внимание, что пишут. К этим же не придерешься, к таким надписям. Это никто же не напишет, что эта агитация ненормальная. Противоречит законодательству. Там ничего такого. Это можно и так трактовать, и так трактовать. Но она звучит очень просто. Выборы президента. Не президентские же выборы. Вот президентские выборы надо траховать только так, что есть кандидаты. Из них надо выбрать... Что? Президента. Нет. Того, кто будет президентом после выборов. И будет еще инаугурация. А написано. Выборы президента. Чего непонятного? Все понятно. И в этом смысле что-то изменяется, а что-то остается. То есть есть некая... Вот сейчас это партии такую роль выполняют. Это же не религиозные организации. Но это своего рода те организации, которые обеспечивают и поддерживают власть. Правильно? В буржуазную эпоху буржуазная демократия связана с наличием партии. И без партии этой демократии не бывает. Чем занимается правящая партия? Ну, тем, чтобы обеспечивать диктатуру правящего класса. Вам не нравится эта диктатура, правящая? Создавайте партию и боритесь. Мне нравится. Вот я чувствую, что вам нравится. Раз нравится, мы вас не тронем. А вот это вот еретика. Мы его решили сжечь. Собица класса. Ну вот. То есть это нельзя... Вот если вы будете рассматривать, искать логику вот в этом, независимо от устройства государства и общества, вы не найдете логики. Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. Вера – это общественное сознание. Правильно? Существует три формы постижения мира. Это Гегель потом расписал всё. Три формы постижения мира. Первое – это религиозное, то есть фантастическое изображение мира, земного, как мира на небесах. Там вот те, кто на Венебе, они похожи на вас, вот вылитые прямо похожи. Ну, немножко другой одежды. Раз. Второе. Вторая форма постижения – в образах. В Эрмитаж ходили, в театр ходили, книжки читали. Это всё художественные образы. Там не требуются слова. Слова там не главное. Главное, чтобы чувство у вас доброе пробуждать, лирой вас. Я чувство доброе лирой пробуждал. И в мой жестокий век восславил я свободу. И милость к падшим призвал. Вот это что за воздействие? Это воздействие непосредственно на чувство. Вы пришли в филармонию. Мы сидим рядом. У нас в программке. В программке написано, здесь композитор хотел выразить. Это важно, что он хотел выразить? Это не важно. Потому что вы, когда сидите и слушаете, у вас одни чувства вас оборевают, у меня другие. Но если весёлая музыка, и вам весело, и мне весело. Если грустная, то и вам, и мне. Но мысли у нас совершенно не совпадают. И не могут совпадать. И не нужны эти мысли. А эти мысли, эти мысли относятся к сфере понятия. А это сфера искусства. Постижение, обратите внимание, не познание, а Гегель говорит, постижение мира. Я вот всё время вынужден забегать вперёд. Ну, собственно, это и понятно. Мы же это изучаем не ради, так сказать, вот это просто истории, а ради того, как шла история, к чему она пришла. И высшая форма постижения мира, говорит Гегель. Постижение в понятиях. Нерелигиозное постижение, говорит Гегель. И не постижение в образах. Он этим не отбрасывает никакое искусство. И религии он не выкидывает. Он говорит, что это другая форма постижения мира. А это постижение... Вообще человечество, значительную часть жизни, наверное, большую часть своей под гнётом религии находилась. Правильно? Да не было никакой науки. И не было ещё искусства ни разу. Это всё в лоне церкви было, в лоне религии. А теология – это постижение в понятиях или постижение религиозное? Конечно, религиозное. Теология... Всё уже это... Если теология – это познание Бога. То есть это никакое не познание природы и не познание человечества, не познание материи. И она даже не... Она даже теология, она не может претендовать даже на идеализм. Потому что идеализм – это очищенная вера. очищенная от всяких существ, а прямо берут идеи. Вот у Гегеля абсолютная идея – это идея, а вовсе не какой-нибудь Бог. Это вы только такую трактовку даёте, еретик. – Что идей? – Ну, вы еретик с точки зрения философской, я бы сказал. – С точки зрения. – А? – С точки зрения, может быть, это толковать с гигием. – Да, именно так. Конечно, вы правы. А с другой точки зрения? Ну, это чёрное, с другой точки... Вот с одной точки зрения там вот американцы ходят кверх ногами. А с американской точки зрения мы ходим кверх ногами. И кто не прав? А все правы. А ведь это так, оно и есть. Они вот там вот сейчас стоят и точно стоят кверх ногами. Не верите? – Не верю. – Ну вот. Видите? Точка зрения, конечно, существенна. А космонавты, они же всё время падают. Почему там невесомость? Но они разогнались до такой скорости, что как раз вот с такой... За это время они пролетают такой путь, что они всё время падают, падают, так они всё и падают, и падают, и падают. И всё время невесомость. А вы попробуйте с 15 этажа спрыгнуть, 14 этажей будете лететь точно в невесомость. И по телефону можете говорить «Полёт проходит нормально, первые 14 этажей». Ну, дальше там, смотря куда вы попали. – Какое-то будет постижение реальности. – А? – Какое-то будет постижение реальности, если оспыгнуть 15 этажа. – Это постижение будет не для вас. – Уже плюс. – Например, он с собой пожертвовал, чтобы другие товарищи не делали сельфи на такой высоте. То есть вы пожертвовали ради нас всех. – То есть это эксперимент наушники? – Нет. Эксперименты эти делались, это лишь ещё одно подтверждение верности того, что и раньше говорили, что не надо прыгать с многоэтажных зданий. Нет, ну, никаким законом не запрещено, если вы прыгаете, но вот с третьего этажа не то несёт. Не переломайтесь, всю жизнь будете искалечены где-то лежать, и глазами кто-то будет ухаживать. Страшное дело. Давайте уж туда куда-то. Но это я не советую, не рекомендую, не вздумайте только писать. Я вас от этого отговариваю. Но я чувствую по вас, что это трудно от вас отговорить. Вы такой упорный. Но я вас предупредил, что будет плохо. Нет, не сразу, 14 этаж будет нормально, а вот 15 этаж там плохо. Даже есть в книжке написывают, для самоубийств специально написано, вы думаете, что вы покончите жизнь самоубийством? Нет, говорит, вы заденете за балкон, и из вас это всё, это будет вырвано, всё это перелом. Ну и другое бывает. Ехал я однажды в такси, таксист мне рассказывает, только что я из больницы, там со мной рядом лежал один пенчуга. Пятый раз упал с пятого этажа. Как делаем? Жена уже не знает, как от него избавиться. И вот он пятый раз выпал с балкона, но там вот под балконом земля такая рыхлая. Ну, думаю, ну, всё, избавилось от этого пенчуги, сколько можно уже, каждый раз. Проходит 40 минут. Опять скребётся, понимаешь, дверь. Ну, опять он пришёл, и хоть бахнэйма. Чуть-чуть. Всё бывает. А почему? Значит, Бог есть. Он милостив. Как вы после этого будете доказывать? Да ваша наука что скажет? Что начнёте придумывать, там, как вот он? Не знаю, как объяснить. А с Богом всё хорошо. Это же очень удобно. такова воля Божья. А вот выпрыгнете, воля Божья. Если будет, вы спасётесь. А не будет Божьей воли, вы не спасётесь. А ему и так плохо. Он же выпивает, тяжело ему. Вот Бог милостив, он его пожалел. Так. Вот и меня Бог пожалел. Я спасся. Тонул и спасся. Мне поэтому... Я с религией очень дружу. Занимаюсь наукой, правда. Религия – это не наше амплуа. Есть для этого отдельные учреждения христианские, гуманитарные, или там всё хорошо. Там и сдавайте. Здесь нет. Здесь придёте со своей религией, я скажу, это два. Ну, что делать. Так. Вот Маквенский всё-таки в полном соответствии с Аристотелем Маквенский признавал, что вещи представляют собой единство формы и материи. При этом каждая вещь обладает некой сущностью. Это уже приближается к тому, что современная философия говорит. Не отдельно форма, не отдельно материя, а материя оформлена, а форма материальна. И форма, и содержание тоже находятся в соотношении. Содержание оформлено, а форма содержательна. Нельзя их отрывать. Одному к другому. Вот. Ну, вот Маквенский говорил, что многие истины вполне доступны разуму. Например, что Бог существует, это доступно разуму. Что Бог единый, подобный этому. Сущность каждой вещи проявляется благодаря тому, что есть некая сущность всех сущностей, форма всех форм. Ну, вот, может показаться, что это просто, так сказать, ненаучные какие-то высказывания сами по себе. С другой стороны, как в материализме материя? Есть. Материя – то, что есть, и форма материи могут быть какие угодно. Правильно? И, так сказать, поэтому это, есть форма всех форм. Аристотель называл эту высшую сущность умом. А в христианстве – это Бог. А у материалистов – это материя. То есть по-разному эту сущность берут. Только для верующих сущность вот там, а для материалистов сущность в том, что вы берёте и изучаете. Правильно? Сущность – это то, к чему вы приходите, когда вы снимаете бытие. Снятое бытие – есть сущность. То есть углубляетесь в познание мира, а вот когда вы углубляетесь, вы доходите до сущности. Значит, Фома Аквинский использовал аристотельную логику в разработке доказательств бытия Бога. То всё-таки вера верой, а тем не менее церковники или отцы церкви, или философы религиозные, они пытались всё-таки доказывать, что вера истинна. Вот в сумме теологии Фома Аквинский приводит доказательства существования Бога. Первое – от движения. Второе – от производящей причины, от категории необходимости и случайности, от степеней совершенства, от целесообразности. Ну, раз всё движется, так никто же не мог сделать, кроме Бога, правильно? Значит, это от движения. всё имеет причину. Значит, это Бог, это причина. Необходимость и случайность, они же как связаны. Вот есть всё случайное, случайное, какая-то пребывается необходимость. Видимо, в этом Бог. От степени совершенства, раз есть разные степени совершенства, самые совершенственные, кто самый совершенный? Вы? Я? Так. От целесообразности. Челесообразность, чтобы был Бог. Вот для тех, кто правил тем миром, целесообразность, чтобы был Бог и чтобы этот Бог поддерживал царя. Даже не было закона, не было права такого развита, как сейчас, не было никаких дум, там, федеральных собраний, так? Не было никаких палат представителей, там, и прочее. Ну, вот тут была церковь, она была важным столпом, который обеспечивал единство государства. Это прогрессивно было в то время. Отношение к чему? Отношение к развитию общества. Единое государство, у которых была единая религия, единый царь, или единый король, самодержавие, это позволяло этим государствам выигрывать войны и себя защищать. А у кого не было вот этого единства веры, за Бога царя и отечество, так вывали? И выигрывали. А если Бога нет, царя мы не уважаем, только мы за отечество, и проиграете. Ну, не было же политических партий, не было других форм, не было науки такой радиообщественной. А что могло быть? Ну, вот это вот, если, если есть, если есть такая ситуация, что есть недостаток знания, то это место занимает вера. Правильно? Другого способа не бывает, другой вариант отсутствует. то есть вера есть там, где еще отсутствует знание. Только исторически не могло быть еще этого знания. Не сложилась еще научная система. Поэтому мы не можем обвинять вот этих древних, древних, так сказать, или средневековых философов в том, что, дескать, они этого не узнали. Вы тоже многое не знаете, я многое не знаю. Может, они по сравнению с нами не так мало их знали. Так ведь? Поэтому здесь вот не может такого быть взгляда, что, дескать, вот они не знали. Зато движение к знанию происходило, и наука через это вот и проходила, в том числе, и через вот такую связь веры и науки, когда как бы вера верховодила наукой, а наука даже и в этих условиях все равно развивалась. Ну, в луне. Вот человек в утробе матери развивается, он человек, человек свободный, но не особенно. А потом раз и родился. И тогда он уже вроде как и свободный, но еще беспомощный. Опять без матери не может. Ну, что ты будешь с детьми делать? То есть наука – это же тоже некое дитя человечества. Чтобы это дитя человечества выросло, оно должно было этот этап пройти. Ну, исторически на это и смотрим. Поэтому мы не можем просто говорить, вот вы не правы там, что это вера. Ну, вера – она вот такая форма общественного сознания, которое господствовало на известном этапе развития человечества. Ну, было много Божия, потом перешли к единобожию. Я вот был в Дельфи, в Греции, в пригороде Афин. Там такой хороший храм, и стоят мраморные статуи без голов. Такая картина хуже, чем вот у нас в Эмитаже Венера без рук. Ну, только руки отрубили, а там голову всем отломали. А почему? А пришли христиане, и говорят, это что такое? А это многобожие. Так им голову то всем и стоят. А больше не тронули, только голову отломали. Ну, красивые статуи, но, конечно, без голов. Это более высокая религия единобожия, чем многобожия, да? Ну, вот эти пришли более высокие и, так сказать, уничтожили эти творения и греческого искусства. Меличайшие. Движение вперед противоречиво. Что-то уничтожается. Вот вы рыбу съели, это же полезно для вашего организма. А у рыбой глазки были, ротик, и гвоздик. И, между прочим, она хвостиком виляла. А взяли, есть ели. Но вы же более высокий белок создаете. Это единственное, что вас оправдывает. А сосиски откуда берутся? Там, что они отправляют этих баранчиков-то на мясорубку? Некоторые говорят, мы не будем это есть мясное, потому что мы кто? Только овощи будем есть. Вегетарианцы мы. А морковку почему вам не жалко? Морковка же, она дает черненькие такие семена. Столько было бы морковочек маленьких, он взял сил. Не жалко им. Злодей. Тут ты никуда не денешься. Ну, не может человек создавать... Не создал его Бог так, чтобы он мог создавать белок. А эти вот растения, которые на одной ноге стоят, они с помощью солнечного света, воды и минеральных веществ, которые они вытягивают из земли, создают белок. А вы потом эти вот капусту кушите. В известном смысле растения нас превосходят. Они могут создать белок. А мы и грибы не можем. Мы с грибами вместе. Только у нас одна шляпка, и у них одна шляпка, а две ноги, а у них одна. вся разница. Не, ну и голова, конечно, тоже. Вот. Что показывает нам часы? Что время и стекло, и даже две минуты осталось. Вопрос есть какой-нибудь? Нет, вопросов нет. То есть, кто не познал, тот поверил. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.